Девушки отдыхают Рассчитывать ходы наперед, да, невозможность планирования прогнозирована, ну не то что невозможность, а сложность, да, никогда не знаешь, что нам еще жизнь преподнесет такого новенького. Пообщались с Дмитрием Сергеевым, гендиректором строительной фирмы Маяковская, который отметил, что... У него как раз наоборот, появилось хоть какое-то понимание, хоть какая-то прогнозируемость, да, в отрасли благодаря там усилиям и со стороны органов власти. Ну и Константин Сичихин, руководитель рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог, отметил основные итоги в дорожной отрасли улицы Сурикова. Мы поговорили, сдали, вернее, еще не принял, не приняла ее на баланс до городской администрации, но так или иначе магистраль построена. Я напомню, что на протяжении от улицы Некрасова до улицы Комсомольской ее в этом году строители сделали. Ну и, конечно же, говоря о будущем, мы очень и очень ждем реализации двух больших проектов. Это тоннель под переездом, ЖД-переездом на Авиатске, да, и это мост в Кирово-Чепецке через Чепцу в микрорайон Коринторф. Продолжим подводить итоги этого года и в этом часе. Хотим поговорить, в частности, с нашим коллегой Николаем Голиковым, главным редактором портала kirov.ru. Николай вообще обладает большими познаниями, представлениями, да, и в политической, и в экономической жизни. Ну, кстати, я тут в перерыве нашел очередные итоги опроса россиян по поводу их впечатлений о уходящем годе. И этот опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. Результаты, надо сказать, немножко удивляют. Специалисты, социологи пишут о том, что в этом году, в конце 2022-го, по сравнению с концом 2021-го, россияне гораздо более положительно относятся к тому, как они прожили последние 12 месяцев. Серьезно? Тебя до сих пор удивляют опросы от ФЦИОМа? Ну, что есть, то есть. 47% респондентов заявили, что этот год был в целом хорошим, еще 5% что очень удачным, то есть в совокупности позитивно оценивают итоги уходящего года 52% опрошенных, а негативных оценок поменьше, 45%, 15% назвали этот год для себя плохим, очень тяжелым, 30% скорее трудным. Вот такие цифры. Ну и, кстати, да, по поводу планов и прогнозов на наступающий год тоже в сравнении с концом предыдущего, 21-го года, большее количество наших соотечественников стали смотреть более позитивно. Ну, тут, может, тоже, знаешь, как психологический такой некоторый момент вроде как... Психологическая защита хуже уже не будет. Да, хуже быть уже не может, да, поэтому остается только оптимистично надеяться на что-то лучшее. 65% опрошенных, констатируют социологи, полагают, что в 23-м году у них все будет в целом хорошо, либо даже удачно по сравнению с тем, что было в последние месяцы. Любопытно. Да, ну и в этом часе мы, кстати, еще хотим поговорить, еще одну тему поднять, ближе к концу уже этого часа. Любопытное у нас мероприятие тут было организовано на днях. Это появление на исторических зданиях неких информационных табличек, где указано полное название дома, год постройки, данные, категории объекта и QR-коды там тоже появились. В общем, с помощью гаджета можно навести и перейти на ресурс, где можно более подробную информацию об этом объекте прочитать. У нас что-то такое же было ведь у нас. Я не помню, на самом деле, я помню, что на московской на домах делали какие-то QR-коды тоже, но я не помню, какая информация была там зашита, если честно, потому что это было несколько лет назад. То есть было ли тоже это какая-то там историческая справка по поводу здания или что-то другое, не помню. Ну, видимо, возвращаемся к итогам года. Николай Голиков, главный редактор портала Киров.ру, с нами на связи. Николай, добрый день. Добрый день, Володя. Добрый день, Даша. Да, добро пожаловать в нашу компанию. Говорим о том, как мы провели, как мы прожили уходящий 2022 год. Пытаемся найти что-то положительное в первую очередь. Начнем с положительного. Получится? Я, собственно говоря, готов поискать очень много положительного. Или исключительно положительного, да, можно выносить на поверхность. Потому что, на самом деле, его было очень много. Кстати, ребят, я посмотрел, у вас очень красивый стол, он тоже положительный. Я на нем еще не сидел. Да, стол у нас действительно неплохой. А вы сидите за новым столом и ищите положительное. Да, спасибо нашему руководству. Я думаю, что самым, конечно, позитивным моментом в этом году стала, ну, как это можно назвать, смена власти у нас в области. Да, то есть приезд в Рио, выборы, победа на выборах Александра Соколова, то есть и те изменения, которые стали происходить с его приездом. Вот те люди, которые сегодня у вас уже говорили, да, вот об итогах года, они как раз вот отмечают как позитивные вот те вещи, что стало многое меняться. Не то, чтобы вот что-то уже изменилось, да, но стало многое меняться. Так ведь? Ну, мы тоже замечаем. И строители это отмечали, и Андрей Леонид Ищусенко это отмечал, что как бы начался диалог, начался поиск каких-то совместных решений по разным вопросам, да? То, чего очень долго у нас не было. Поэтому вот я считаю, что это безумно позитивный момент, это приезд и избрание нового губернатора. А вот смотрите, Николай, да, вот приезд и избрание нового губернатора, там, который что-то зашевелил, вроде бы плюс. Плюс, а то, что предыдущая власть, которая ничего не делала, это какой-то как бы минус, ну, то есть, с одной стороны, плюс, что она ушла, с другой стороны, ну, то есть, можно приехать, получается, несколько лет ничего не делать и уехать. Ну, вчера мы, надо сказать, очень активно обсуждали предыдущую команду в особом мнении с Дмитрием Михайловичем Русских, депутатом областного Заксобрания. И Дмитрий Михайлович еще раз повторил ранее им произнесенные слова о том, что он считает предыдущего руководителя области одним из худших губернаторов за последние 25-30 лет. Но это его мнение, ваше мнение, Николай. Нет, я с ним в этом плане совершенно солидарен, то есть, хуже команды, чем была команда у Игоря Васильева и у Александра Чурина, я действительно не помню, хотя в этом городе живу очень долго. Но я именно что хочу сказать, что вот именно то, что эта команда ушла, да, от нее еще остались многие проблемы нерешенные, которые сейчас решаются во многих отраслях. Но она ушла, и это как отрасляет эстемизм. Ну, выбирали мы не только главу региона, выбирали мы еще и депутатов Кировской городской думы в этом году, а затем уже новый состав думы утвердил в должности сети-менеджера Вячеслава Симакова, как его многие называют, нашего парня, да, Кировского, родного, который знает не понаслышке город. Опять же, опять же, понимаете, откуда взялся у нас Симаков, он был как бы давно и всегда, все мы его знаем, все мы его любим, но пальцем на него кто указал, на него пальцем указал Александр Валентинович. Да, он его продвинул, он его порекомендовал, я думаю, что он не ошибся, потому что то, как приступил к работе Вячеслав Николаевич, да, понятно, опять же, что не все сразу получается, быстро только Ковский, родерцы, как говорят, да, но вот та движуха, которую он привнес, тот подход к рабочим, он, конечно, сильно отличается от предыдущих наших городначальников, да, и это, опять же говорю, вот это все вещи, которые не то, чтобы они уже случились хорошие, но они вот вселяют оптимизм, есть надежда, что это хорошее наступит. По поводу формирования команды, команды управленцев, как на уровне региона, так и на уровне города, как воспринимаете это, Николай, как положительный процесс? Я вот принимаю это как текущий процесс, идущий в настоящем процесс, то есть процесс идет, команда окончательно, я не думаю, что она уже сформирована, то есть губернатор смотрит, как те люди, которые сейчас заняли посты, справляются с теми задачами, которые он перед ними ставит, да, то есть у него есть главный подход какой, решена задача, значит хорошо, а не решена, значит до свидания, вот, и мы это видели уже. Вот, поэтому я думаю, что процесс будет еще продолжаться, возможно, где-то с весны следующего года, и тогда уже вот, ну, по моей, как бы, надежде, что сформируется окончательный состав и правительства области, и администрации города Кирова, где тоже начались эти процессы, и появятся уже внятные руководители подведомственных учреждениях, чтобы там не было вот таких вот скандальных историй, какие много раз были у нас до этого. Я думаю, что где-то к весне вот этот процесс должен завершиться, к чему-то прийти, и тогда уже можно было смотреть, как все это работает. Что касается информационной открытости властных структур, о чем мы, журналисты, зачастую говорим, хватает нам чего-то, не хватаем, как вы, опять-таки, оцениваете то, что происходит в этом отношении в последнее время? Есть ли какие-то подвижки в этом плане? Да, существует ли дефицит информации от чиновников? Понедельничное совещание при губернаторе, да, когда мы можем в реальном масштабе времени наблюдать те вещи, о которых мы раньше могли только догадываться. То есть, практически, вот эти вот открытые совещания, которые проводит губернатор, да, они просто отняли корму половины наших телеграм-каналов. Потому что тайных вбросов практически не осталось, все происходит на наших глазах. Все на виду, да. Понимаете? Все происходит на виду увольнения, назначения, благодарность, неудовольствие какими-то действиями. Понимаете, все это происходит сейчас. То есть, даже вот в этом параметре открытость, конечно, значительно повысилась. Что касается, вот, ну, как сказать, более объемной, что ли, работы средствами информации, тут проблемы еще есть, но я думаю, что новый наш вице-губернатор Андрей Лучинин постепенно это все тоже разрешит. А в чем они, Николай, выражаются, эти проблемы еще? Вот, да, честно говоря, я бы не хотел сейчас об этом говорить, потому что довольно длинная тема и очень специфическая. Они есть, они есть, просто это не самое страшное, я думаю, все это решает. То есть, вопросы взаимодействия, выстраивания, да, отношений? Да, 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 вот. Это вопросы чисто технические, их нужно выстроить. Особенно это касается именно, вот, не столько даже, вот, наших кировских СМИ, сколько СМИ в области. Там есть еще пока проблемы, но, я думаю, они тоже будут решаться. Вы знаете, сейчас идет реформирование авиатского и зальческого дома. Позже еще все в процессе. И к чему это придет, пока еще неизвестно. Насколько вообще возможно, вот, в сложившихся, да, условиях появление на политической арене, на кировской каких-то ярких лиц, да, то есть не просто исполнителей, а действительно, вот, что называется, людей, да, за которыми будет, там, интересно наблюдать, да, кто будет способен на какие-то, может быть, непопулярные, но, да. Вот, Даш, посмотри, даже из того, что есть, посмотрите на Дмитрия Глушкова, да, исполняющего обязанности министра, там, промышленности, предпринимательства и торговли. Да. Да? Вы давно после такого министра у нас яркого видели? Ну, и, знаете, вот, для меня последние пять, шесть лет вообще размазались, поэтому... Совершенно отрадищими людьми. Во всех состоит, там, чатах, условно говоря, в Телеграм-группах, там, с предложениями выходит, слушает очень внимательно уже, ну, просто, понимаете, вот, это очень яркий человек появился в правительстве, я так считаю. Да? И как бы вот он вообще появился из ниоткуда, а сейчас он уже, ну, как бы все уже понимают о комрике, да, даже не надо, хотя фамилия Глушков довольно распространенная, уже не надо говорить. Я думаю, что такие люди еще появятся. Это именно такие вот, как сказать, чиновники, как сейчас называют, чиновники 3.0. Ну, есть люди, которые, ну, вот, реально общаются, выходят в контакт, как-то, да, очень, и, ну, создают такую очень классную письмику. Я думаю, что такие люди еще будут. Кстати, по поводу активности, да, вы знаете прекрасно, Николай, что губернатор Соколов уже не первый раз обращался к главе администрации города Вячеслава Симакову, неоднократно уже отмечал его бурную, кипучую, активную деятельность и говорил о том, что... Он переживал, что не высыпает. Отдыхать надо побольше вам, Вячеслав Николаевич. Пусть замы ваши работают. Я понял. Он же вчера даже в качестве Деда Мороза был на театральной площади и с детишками общался. Совершенно классная акция, мне очень понравилось. Вот. Ну, тут, правда, что он не успеет создать свою команду. Ну, рейд, как-то. Снимается, ну, условно говоря, вот так быстро сложить не получается. С теми людьми, которые ему достались в наследство, он постепенно расстается. Новых пока не находит. Вот полотчет, поэтому на себе сам это как бы... Ну, вот перед ним такая задача тоже стоит. Сколотить можно коллектив ему на будущее. Ну, надеемся, что запала, энергии хватит нашему сети-менеджеру, да, собственно. Ну, я в этом плане солидарен с губернатором, как бы. Возможно, человек, они беспредельны. И в таком режиме долго не проработаешь. И когда работаешь в таком режиме, многого не делаешь, того, что должен делать. Ну, условно говоря, если ты уехал там в поля... Один в десяти местах быть не сможешь. Ты просто не можешь. А это тоже будет неважная часть работы чиновников. Что касается гражданского общества, как мы его называем, общественных организаций, они как показали себя в последнее время, на ваш взгляд? Я думаю, что сейчас вот этот оптимизм, которым я сегодня полон, да, он присутствует в общественных организациях, потому что они поняли, что эта власть их слушает. Она в доступе, она открыта, она их слушает. Значит, мы на нашу оппозицию захлопнули. Так. С ними общаются. Да? У нас просто связь, да, у нас связь просто временами у нас пропадает, да, тут в итоге. Да. Да, 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 то есть оппозиции не наше жаловаться, их слушают, губернаторы слушают в правительстве. Их предложения учитываются там при составлении бюджета, условно говоря, да, при каких-то, представлении каких-то программ, при принятии каких-то законов. То есть вполне конструктивная идет работа, и как бы вот повода шуметь-то нету, да. Работают все, работают общественники в том числе. Мне кажется, тем более вот общественники, городские, с приходом Вячеслава Симакова, просто очень, ну, вздохнули очень свободно, потому что все его давно знают. Сам-то как общественник отчасти. И был опыт взаимодействия, да, и в реализации конкретных проектов, и там мы знаем по телеграм-каналу. Да, 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 потому что, помни, сколько мы даже у нас в эфире говорили о вот этих вот скверах, в которых он сам активнейшее участие принимал, да. То есть как мы с ним уже связь вообще с ним работана. Что пожелаем нашим руководителям? Города, области, Николай, где еще, возможно, можно было бы подтянуться? А то мы же прям как... Ну, не то, чтобы подтянуться, но я бы подобрел. Знаешь, Володь, такое второе пожелание, так держать. Так держать. Да, то есть они определенную планку вот как бы установили, да, вот мы видим, да, эту какую-то планку, чтобы ниже ее не опускались. И я думаю, что все пойдет нормально. В конце концов, когда-то же должно было и нашей области повезти. Чтобы воодушевление, это, да, энтуазизм, энтузиазм не пропадал. Не пропадал, да. Да, и чтобы в следующий раз, когда мы с вами общаемся, я бы все-таки опять же говорил о каком-то оптимизме, а не скатывался в критику и в руках. Да, а то мы знаем опыт, когда руководители наши начинают, что называется, за здравие, да, а заканчивают, ну, мы прекрасно понимаем. А они и заканчивают. И заканчивают. Они начинают за здравие и заканчивают. Да. Такое мы тоже, к сожалению, вязали у нас. Спасибо, спасибо. Благодарим. Николай Голиков, главный редактор портала kirov.ru. Наш коллега был с нами на связи. Впереди у нас общение с Натальей Шитьком, председателем комиссии по развитию институтов гражданского общества и зампредом общественной палаты. Вот как раз поподробнее поговорить. Да, как раз поподробнее о гражданском обществе поговорить. Что у нас с НКОшниками, что у нас с гражданским обществом в этом году. И, кстати, на сайте общественной палаты нашего региона есть новость, материал есть о том, что обсуждали общественники и руководители области возможность проведения в следующем году некоего слета некоммерческих организаций. Вот я еще подробно тут не прочитал, но, видимо, речь идет о том, чтобы... Ну, как это принято говорить? Актуализировать, да, то есть с глазу на глаз встретиться и вот зафиксировать состояние этих взаимоотношений на сегодняшний момент и построить соответствующие планы. Наталья, на связи с нами Наталья Шитько, председатель комиссии по развитию институтов гражданского общества зампред общественной палаты Кировской области. Наталья, добрый день. Добрый день. Добрый день. Совсем немного до Нового года, разумеется, подводим итоги года уходящего. Вот сейчас уже мы начали в эфире говорить о том, что в этом году с гражданским обществом, с некоммерческими организациями происходит. Как в целом, Наталья, можете оценить ситуацию? Ну, коллеги, давайте начнем с того, что... Я, извините, не слушала предыдущих коллег. Ничего. Может, повторюсь где-то, но уж простите меня за это. Первое, что хочется сказать, что в этом году, наверное, самый положительный момент для нас, для некоммерческого сектора, то, что мы вернулись в нормальный режим работы. То есть вот именно в режим живого, нормального общения. Согласитесь, нам этого очень не хватало, тем более для реализации многих хороших проектов и идей. Предыдущие несколько лет, в связи с пандемией, конечно, сильно нам, скажем так, портили эту картину. Сейчас мы в полноценном режиме. Все, кто хотел, вернулся к этому режиму работы. И это показывает, как много событийных, интересных мероприятий проводит наш некоммерческий сектор. Тот же гражданский форум Кировской области, который прошел в таком полноценном режиме. И даже были секции, когда мы не могли посадить людей. Люди просто стояли там в дверях. Было столько желающих. Наверное, это один из положительных моментов. Первый положительный момент, который я хотела бы отметить. Второе, это, конечно, то, что регион возглавил, наш регион возглавил человек, который... Ну, наверное, это первый губернатор, который что-то понимает в НКО. Даже не что-то, а много чего понимает в НКО. И даже больше, чем в НКО, знает, наверное, про этот сектор. Это не может не радовать и не вселять надежду и уверенность на то, что действительно здесь какой-то будет импульс в работе с некоммерческим сектором. Все-таки мы знаем, что Александр Валентинович много лет проработал в некоммерческих организациях или рядом с ними, да, тесно с ними во взаимодействии. И это, в общем-то, видно по его работе. Он много очень говорит на своих совещаниях и на встречах о той роли НКО и в социальном развитии региона и в решении разных задач. Наталья, простите, перебью сразу, да, чтобы далеко не отходить от Александра Соколова. Ну, то есть, понятно, да, поддержка на словах, она тоже важна. Ну, то есть, понимание того, что тебя слышат, знают. Но вот если говорить там, да, конкретно о каком-то импульсе, вот этот импульс, если в практическую часть переводить, вот что хотелось бы получить? Да, давайте, да, я как раз хотела перейти в практическую часть. Да, простите. Да, просто время немножко поджимает. Писала об этом как раз под занавес дня бюджет Кировской области, под занавес года, да, бюджет Кировской области принимался. И вот я уже писала, что цифра года для НКО – это 15 миллионов рублей, которые заложены в бюджете Кировской области на проведение областного конкурса среди некоммерческого сектора. Если говорить о прошлом году, это 7 миллионов, да, увеличение суммы сразу же. Кроме того, если мы еще получим софинансирование фонда президентских грантов, мы сейчас готовим министерство документы, это уже будет 30 миллионов. Если все хорошо будет, да, 30 миллионов на следующий конкурс. Но это, друзья мои, значит, мы сможем реализовать еще больше хороших, добрых идей, там, нужных региону, нужных, там, конкретным, там, жителям, целевым аудиториям и так далее, да. Ну, кроме того, наверное, введение даже ставки советника-губернатора по взаимодействию с обществом, на мой взгляд, это тоже какой-то такой знак положительный. Не знаю, конечно, как он реализуется, да, и какие там полномочия будут у советника-губернатора в этой сфере, но у нас, я не помню вот такой истории, что на штатной основе были советники-губернаторы именно по взаимодействию с институтами гражданского общества у нас в регионе. Вот этот тоже момент, наверное, тоже хорошо. Кроме того, у нас пришли новые руководители Министерства внутренней политики, новый министр, новый замминистра. Я, конечно, сейчас понимаю, что им тоже надо, опять же, да, с нуля начинать, вникать вот в эту тему, сферу, погружаться. Ну вот буквально недавний диалог, мы приглашали на площадку общественной палаты Иконникова Дениса Сергеевича, министра внутренней политики, и конкретно обсуждали конкретные уже предложения некоммерческого сектора, там конкретные действия, конкретные планы. Ну, видим, что есть желание Министерства вступать не просто в активный диалог, но и в активную работу. Ну и на этой же... Пока вот хорошие такие сигналы здесь, ну, как это будет реализовываться, мне сложно сказать. Но надеюсь, что слова останутся не просто словами, они реализуются. И на этой же встрече, да, говорили о некоем слете некоммерческих организаций, который включен в план на будущий год, да, верно уже? Как раз не включен, как раз не включен. А, не включен пока еще? И мы поставили это, скажем так, ну, это был определенный упрек Министерству, потому как были предложения слет некоммерческих организаций, как диалоговая большая площадка, объединяющая ежегодное такое мероприятие. И мы его предлагали еще в августе Министерству как раз в план на мероприятия областных тоже его как-то застолбить. Но, к сожалению, он не включен, но было получено обещание, что будет пересмотрен, когда будет пересматриваться бюджет, изменения, да, бюджет, 23-й год, то эти пожелания наши учтут, и мы сможем провести в 23-м году вот такое большое знаковое событие для нашего региона, на мой взгляд. Вот, поэтому сейчас, вот, опять же, некоммерческий сектор, вроде бы, как бы, наша работа не сильно видна, но она очень видна, знаете, когда как раз происходят очень серьезные, там, ситуации, изменения вообще в целом, там, в регионе, в стране, вот, опять же, в этом году показала, как некоммерческий сектор активно, ну, давайте так, повторюсь, простите за таталоги, за таталоги, мобилизовался в помощь мобилизованным, да, ведь это вот на самом деле так и есть. И несмотря, я уделяюсь вообще нашим некоммерческим организациям, которые сами, не владея большими ресурсами, там, финансовыми, там, да, организационными и так далее, потому как мы знаем, что некоммерческие организации это не раздутый штат, да, там, там, один, два, три человека, но как они умеют активизироваться, собраться, объединиться для, вот, решения каких-то таких серьезных задач, вот, поэтому нельзя не уделять этому, вот, нашему сектору, сектору внимания, вот, хотя есть, конечно, и отрицательные тенденции, по данным Минюста, например, у нас, ну, прилично убыло некоммерческих организаций. Ну, это, да, констатировать приходится. Да, если было, например, в 20-м, ой, в 21-м году, сейчас, простите, в 20-м году, около... 15 секунд, Наталья, у нас на рекламу нужно уходить. ...то сейчас 1147, по-моему, организаций, вот, по данным Минюста. Наталья, спасибо. Ну, может быть... Да, время, к сожалению, нас поджимает, да, очень ограниченный промежуток на общение, да. Да, в общем, есть планы, планов много, пора переходить, да, от конкретных слов к делу, в общем, мы делаем так. Да, 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 спасибо. Спасибо, Наталья Шитько была с нами на связи, председатель комиссии по развитию институтов гражданского общества и зампред общественной палаты Кировской области. Завершаем эту часть передачи, но не прощаемся. Сейчас мы продолжим подводить итоги года, и нас сейчас уведет в туристическую, да, отрасль. Ну, несмотря на то, что люди наши продолжают путешествовать, я понимаю, что немножко сменился там вектор направления, да, сменился ведь он в последнее время. Ну, вот за эфиром рассказывала я историю, да, о том, как я пыталась забронировать путевку в санаторий по Минеральные воды, вот сейчас, в декабре, на 2023 год. И вот тот санаторий, который я смотрела... А, через год только еще? Ну, вот на 2023, то есть это вот на следующий год, я хотела забронировать путевку и съездить в санаторий, в котором я уже была, я его знаю, отличный санаторий, вот я хотела съездить туда в феврале. Ближайшие свободные даты там на ноябрь. На ноябрь следующего года? 23-го, но на ноябрь. Боже. С чем это связано? Можно, удалось ли получить объяснение, почему раньше... Я подумала, что это какой-то сбой в системе, да, на сайте. Я позвонила в организацию, уточнила, я говорю, неужели действительно у вас нет свободных мест до ноября? Мне сказали, да, мест нет. Елена Фетисова у нас в эфире, заместитель директора туристического агентства «Южный берег». Елена, здравствуйте. Добрый день. Такую любопытную ситуацию сейчас вот Дарья Топузлеева подняла. Нельзя в санаторий попасть в ближайшее время. Якобы только лишь примерно через год у вас сталкиваются клиенты с такой ситуацией. Занимаетесь ли вообще этим направлением? Ну, санаторий у нас не настолько востребованное направление, поэтому ничего не могу сказать. Ну да, есть такие, допустим, санатории. Даже, знаете, вот по Абхазии, Самшитовая роща, ее, да, ее принято бронировать за год вперед. Ух ты как! Если в целом говорить о том, что происходило в выходящем 2022 году, как изменялись предпочтения, как изменялись возможности людей, которые хотят попутешествовать. Понятное дело, многие места закрылись. Куда удалось переориентироваться? Насколько ценовая политика изменилась? Вот все эти вопросы хотелось бы осветить с вашей помощью. Ну да, сезон 2022 у нас тоже оказался не без сюрпризов, но мы уже закаленные были ковидом в предыдущие два года, поэтому на все перипетии реагируем спокойно и стараемся адаптироваться под новые реалии. Туристы тоже адекватно реагируют на все изменения. Этот сезон, конечно, у нас в основном было путешествие по России. Это было очень востребовано, ввиду того, что многие направления закрыты. Также стимулировался спрос дважды за этот год программой кэшбэка. Многие воспользовались данной программой, чтобы съездить и получить 20-процентный возврат от стоимости тура. Ну давайте сразу конкретизируем Россию конкретные локации. Открывались какие-то, возможно, новые направления? Ну понятно, да, там Анапа, Сочи? Да, Краснодарский край, как обычно, он у нас был очень востребован. Очень востребованы в этом году были круизы по направлениям, по рекам России. Очень много было, на удивление, статистику подсчитали. Также Дагестан, изюминка этого сезона была раньше. Не было такого спроса в этом году. Очень многие туда съездили. А почему именно Дагестан выстрелил? Мне кажется, Дагестан выстрелил чуть раньше, но просто как дикий туризм, так называемый. Да, массовых пакетных туров до этого сезона туда не было. Не предлагалось? В этом году, да, чартерные рейсы многие туроператоры авиакомпании поставили именно на это направление. Соответственно, стоимость была очень привлекательная, что на авиаперелеты. Ну, гостиничный бизнес, конечно, у них еще не очень развит. Но, тем не менее, есть некоторые комплексы, в которых побывали туристы и очень хвалили. Экскурсионная программа там очень стильная, очень интересная. Елена, смотрите, вот еще только когда началась пандемия, да, и стало понятно, что в сфере туризма там намечаются некоторые переориентации, скажем так, да, выражали опасения о том, что российский туризм, принимающий туризм, да, просто не готов к тому количеству гостей, которые может приехать. Да, это и гостиничный фонд, который вы описывали, и количество, я не знаю, людей, которые задействованы сами в туризме, экскурсоводы, еще кто-то. То есть люди, кто обеспечивают эту сферу. Вот в этом плане, получается, три года минуло. Есть ли какие-то подвижки, да, стало ли лучше, или оказалось, что всего, в общем-то, достаточно? Нет, все равно в этом проблема существует. Особенно высокий сезон, такие месяцы, как июль и август, гостиницы все переполнены, они часто на стопе. На пляже, как отмечают туристы, пингвинчиками стоя загорают, да, такое есть. Тем более в этом году у нас закрыты аэропорты Анапы и Геленджика, соответственно, те люди, которые не предпочитают ездить железнодорожным транспортом или авто, соответственно, переориентированы все были на сочинское направление, но был у нас переполнен этот сезон, и Абхазия в том числе. Так, пойдем дальше. Краснодарский край, Дагестан. С ним все понятно. Дальше, возможно, за Уралом какие-то новые для себя направления. Алтай, Карелия. Ну, это да, это всегда было, это и есть, но это на узкого туриста, и это все бывает не очень бюджетно. Поэтому все-таки на летний отдых у нас ориентируются семьи с детьми, и активный такой туризм мне очень подходит. Не очень бюджетно, вы сказали, да. А что с ценами в этом году вообще? Цены в этом году, да, были выше намного, чем предыдущие. Связаны это и цены не на авиабилеты, и гостиницы подняли цены, но, тем не менее, спрос все равно был. Люди все равно отдыхали и приобретали почетки. Зарубежные направления. Давайте рассмотрим, тут случились ли какие-то изменения. Ну, они, очевидно, случились. Да, из зарубежных направлений в этом сезоне у нас, конечно, на первом месте была Турция. Несмотря на то, что цены были выше, все равно поток туристов туда был очень немаленький. Также Египет был. Осенний период, когда поставили чартерный рейс туда, тоже было востребовано. Ну, и в настоящее время тоже, и на Новый год полетят люди. А какие, да, что? А как полетят какие-то проблемы, я знаю, тут были с перелетами в Сирию. Проблемы, да, двум авиакомпаниям Иордания запретила пролет по своему воздушному пространству, поэтому были ситуации, и конкретно у нас в агентстве, и туристы вместо отдыха в Шар-Мальше еще загорали два дня во Внуково, вернулись домой. Ну, а остальные авиакомпании пока летают в штатном режиме, и ограничений нет. Как обезопасить себя вот от таких непредвиденных ситуаций? Либо это невозможно к этому подготовиться, и остается рассчитывать на удачу, на судьбу, не знаю. Но обезопасить себя, к сожалению, невозможно, никак не предугадать, никто не знал, что такая ситуация возникнет. Ну, как бы, мы уже привыкшие, знаете, три года, что бывают ситуации разные, поэтому даже и туристы в наше время, приобретая тур, 50 на 50 рассчитывают, улетят или не улетят. Любой турист, покупая путевку, прикидывает, уедет он или нет, да. А далекие, отдаленные направления Мальдивы, Доминикана, которые у нас традиционно в списке предложений присутствуют? Доминикана, в настоящее время пока у нас не возобновлены прямые трезвоты. Есть на Кубу, есть Мальдивы, есть Юго-Восточная Азия, но ценовая политика тоже не всем подойдет. Это для избранных уже, для обеспеченных клиентов. А чего сейчас представители тур-отрасли, Елена, ждут, на что надеются, либо сложно сейчас какие-то прогнозы конкретные строить, и вы будете жить в той ситуации, которая вот сейчас сложилась в этом году? Да, сложно спрогнозировать, чтобы дальше, каждый год мы надеемся, что вот снимут ограничения ковидные, все будет хорошо, тут новая проблема опять нарисовалась. Поэтому будем, как говорится, жить в настоящих реалиях и подстраиваться. В зависимости от того, как будет сменяться ситуация. Кстати, вот последние изменения курса валют, ослабление рубля, они снова, да, сказываются на стоимости путевок? Да, у нас стоимость идет в условных единицах, соответственно, чем выше курс, тем повыше бывает стоимость. Ну что ж, удачи вам в любом случае. Спасибо. Да, исполнение прогнозов и надежд на изменения в лучшую сторону. Елена Фетисова была с нами на связи, заместитель директора туристического агентства «Южный берег». Вам удалось куда-то с семьей в этом году съездить? Я вот что-то сейчас вспоминаю, а нам не удалось. Да, мы съездили, мы абсолютно не выбиваемся из статистики, мы ездили в Сочи. А, Сочи, точно, да, да. Но не по путевке, я, как обычно, все организовывала сама. В моей жизни был только... Сами покупали билеты, сами искали, вы будете жить. Да, в моей жизни был только один пакетный тур лет семь назад. И, видимо, он так единственным останется в существующих реалиях, потому что я, ну, действительно не готова к тому, чтобы покупать путевку. И вот сидеть и думать, а уеду я по этой путевке куда-то или нет. Но мы ездили в Сочи уже не в сезон, поэтому каких-то проблем там, на пляже с большим количеством людей не было. То есть людей было уже поменьше? Да, людей было уже поменьше. В отличие от летних месяцев. Все было нормально. Ну, то есть мы не попали на эти фотографии, я не знаю, помнишь, не помнишь, в прошлом году, по-моему, из Анапы было очень много фотографий, где люди вот стоят, и им прям стоя места не хватает. С столбиками. Страшно. Мне кажется, вот есть вот дефицит, скажем так, береговой линии в России, пляжной береговой линии, вот это вот, где можно отдыхать, купаться ими. Ее больше-то не становится ее, да. Так вот, проблема-то в том, что потоки перентировались, да. Потому что, как я понимаю, вот, например, на Каспии, вот в районе Махачкалы, там купаться нельзя. Люди купаются, конечно, но делать этого не стоит. С чем это связано? Там какие-то проблемы были, насколько я знаю, с канализационными стоками. То есть там качество воды, да, и там есть море табличек, и прямо на фоне этих табличек люди все равно купаются. Хотя вот если бы там привести все в порядок, да, и вода была бы, соответствовала бы всем показателям, вот еще бы какой-то кусочек у нас пляжного отдыха может появиться. Можно было бы высвободить, да, для этого. У нас еще одна тема на предстоящие 10 лишних минут в программе «Дневной разворот». Мы уже тему анонсировали. На исторические дома в нашем городе повесили информационные таблички. В чем суть заключается? Таблички разместили на деревянных зданиях. Это объекты культурного наследия. Они входят в перечень ценных градоформирующих объектов, либо находятся в зоне исторического поселения и представляют историческую ценность. Для чего все это делается? На кого это рассчитано? Как выглядят таблички? В чем заключается суть? Мы сейчас непосредственно координатором поговорим. Да, у Марии Русиной мы поинтересуемся, координатора фестиваля «Томсорфес» на Вятке. И представляет Мария у нас еще центр русской культуры и письменности. Мир или историко-краеведческий клуб «Мир». Как-то... Сейчас узнаем у Марии, да, как его правильно называть. Да, добрый день. Добрый день, да. Ну, представили. Может, какие-то коррективы нам внести в ваше представление? Или координатор фестиваля «Томсорфест» хватит? Нет, все правильно. Да, координатор фестиваля «Томсорфест» и историко-краеведческий клуб «Мир» и центр русской культуры и письменности «Мир» – все правильно. А, ну все. Можно, значит, было не занимать дополнительное время, чтобы уточнять. Хорошо. Да, да, да. Так, что это за проект? Расскажите, пожалуйста, почему именно сейчас, ближе к концу, уже 2022 года, удалось выйти в город и заняться этими табличками. Что все это значит? Расскажите, пожалуйста. Ну, в начале этого года мы начали проект в рамках президентского гранта Фонда культурных инициатив под названием «Деревянные крыжевые вятки». И в рамках этого проекта мы сделали несколько активностей на протяжении всего года. И вот на конец года у нас как раз было запланировано развесить таблички на домах, которые имеют историческую ценность, которые являются объектами культурного наследия. Ну вот и такая акция у нас и произошла. Ага, Мария, вы все дома, которые относятся к объектам культурного наследия, задействовали? Или же какие-то вот прям особенные по каким-то критериям их отбирали? Нет, не все дома. Ну, дело в том, что на некоторых домах уже есть таблички, а мы брали дома именно деревянные, так как мы хотим привлечь внимание к деревянной вятке, к тому моменту, что деревянная вятка пропадает. И чтобы как-то люди увидели, посмотрели на эти дома по-новому, мы взяли именно эти дома. И вот, к сожалению, деревянных домов, объектов культурного наследия не так много. Ну, практически их нет. И поэтому вешали на те дома, где этих табличек нет. Сколько всего в итоге, Мария, объектов получилось? 21 дом. И вот из них получилось, наверное, где-то домов 6 объектов культурного наследия, несколько домов это градоформирующие объекты и дома просто, которые представляют историческую ценность. Ну, вот я смотрю, у вас фотографии сделаны на фоне некоторых домов, где вы разместили эти таблички. И там, в том числе, дома, мимо которых я практически ежедневно хожу. Это улицы Деринзяева, 61 и 61А. Да, очень известные деревянные. Это, наверное, такие лучшие дома. Да, очень известное деревянное строение. Да, да. Но, слушайте, им же осталось жить, по-моему, совсем недолго. Там уже принято решение о сносе. Ну, я не правы, конечно, что осталось наоборот. Наоборот, они были выявлены объектами культурного наследия, а сейчас поданы документы, чтобы сделать их прямо объектами культурного наследия. А, то есть вложить в них деньги, привести их в достойный вид. Да, 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 чтобы можно было воспользоваться такой программой, как аренда памятник за рубль. Это можно только с объектами культурного наследия сделать. Ну, и, соответственно, вот мы попытались вот эту процедуру осуществить, и все, в общем-то, получается хорошо пока. О, как интересно, да. Да, смотрите, Мария, мы не раз действительно обсуждали эту проблему с тем, что погибает вот это деревянное наследие в Вятке. Вот из тех объектов, которые вы сейчас задействовали в этой акции, в программе, да, не знаю, как корректно ее назвать, есть ли здания, о которых заботятся, да, которые неплохо выглядят, у которых есть там ответственные собственники? А вот здание на Маклина-3, это здание спид-центра. Да, представляю. Дамы владеют этим зданием, и оно, слава богу, живет, и, ну, я думаю, и дальше будет жить. Вот, наверное, вот этот объект, и даже вот сейчас на вскидку затрудняюсь я сказать, какие у нас еще есть здания, вот именно деревянные, которые вот в хорошей сохранности и в хороших руках. Остальные, наверное, ну вот, знаете, получилось как? 99 домов у нас осталось деревянных, 99. За лето 4 дома уже снесли, то есть 95. Вот, и вот, по сути, получается, из этих 95, ну, очень-очень малая часть, которые вот реально можно сохранить и которые реально можно восстановить и что-то вот вдохнуть в них новую жизнь, что-то с ними сделать. Давайте поговорим поподробнее о том, как вы собираетесь вообще добиваться того, чтобы эти здания деревянные продолжали существовать, чтобы у них там что-то реконструкция была, какие механизмы есть для этого, какие... Возможно, в других городах есть. Да, что нужно задействовать, да, чтобы это осуществилось, чтобы они не пропали с карты города. В других городах есть организации общественные, которые занимаются вот непосредственно деревянным заодчеством, деревянными домами, которые реставрируют прямо вот целые кварталы, то есть не отдельные дома, а целые кварталы. Например, такая программа существует в Нижнем Новгороде, и у них уже, у них называется она заповедные кварталы, и они прямо вот в рамках вот этой программы целые кварталы реставрируют, восстанавливают и, ну, наверное, отдают бизнесу. То есть, чтобы можно было какие-то там... Ну, это логично, да. ...магазины, еще что-то, да. У нас, по сути, в городе, ну, не осталось вот, скажем так, кварталов именно, которые можно было бы восстановить. Вот мы хотели, например, восстанавливать, ну, сделать вот такой же заповедный квартал на улице Орловской, вот, ну, практически начиная от Ленина до Володарского. Так. Но часть домов там куплены частниками, да, и у них, естественно, нет планов эти дома восстанавливать. Да, там достаточно пестрая картина такая, да, я припоминаю. Да, но вот это вот, по сути, получается одна улица, где вот, ну, так еще, еще более или менее застройка сохранена, вот, как квартал, они как отдельные дома, вот, а остальное, ну, получается, что вот какие-то отдельные дома на карте нашего города, и вот, к сожалению, пока, пока вот они стоят. Например, вот, примерно, МОБР-19Б, там один дом остался, это у торгового центра Санди, Ленина, МОБР, да, получается, практически угол. Ну, и он там один, единственный дом стоит вот деревянный, и, к сожалению, собственники проиграли суд, и сейчас этот дом принадлежит области или муниципалитету, то есть, и вот, по сути, мы не можем ничего сделать. Вы общались на эту тему уже с городскими властями, с областными властями, предлагали им конкретные шаги? Тут у нас просто до этого в эфире все отмечали о том, что вот власть у нас... Легко стало сейчас с ней разговаривать, да, попасть на прием. Да, буквально вот, по-моему, в ноябре был форум, да. Гражданский. В инженериуме проходил. Гражданский. И гражданский форум, да, и у нас была секция, да, Елена Кустова вела ее, как раз вот о деревянном зодчестве, и были представители Министерства имущества, были представители МУП архитектуры, и, в общем-то, мы пришли к какому-то единому решению, ну, по крайней мере, мы обсудили, и они согласились, что будем совместно работать. Ну, и мы надеемся, что какие-то моменты мы будем с ними обсуждать, и вот эта программа «Памятник за рубль» у нас, наконец-то, начнет работать. Вот расскажите поподробнее, я что-то так сразу не могу вспомнить «Памятник за рубль». Это о чем идет речь? Ну, вот было несколько попыток, да. «Памятник за рубль» — это программа, когда можно брать дома в аренду на 49 лет. Так. Для каких-то вот своих там целей коммерческих, культурных там и так далее. Но при этом поддерживать исторический вид, собственно, да? Поддерживать, да, естественно, поддерживать исторический облик, но это могут быть только объекты культурного наследия, например, да, именно вот как аренда, то есть не как купить, покупать что угодно можно, а вот как аренда вот этого памятника, объекта культурного наследия, то дом должен обладать вот этим статусом. И, в общем-то, вы к этому сейчас и будете призывать, да, и будете к этому стремиться? Ну, мы бы хотели, мы бы хотели как-то заинтересовать бизнес в том, чтобы они именно вот эти дома брали в аренду, их восстанавливали и развивали. Ну, на самом деле, вот показательная же история с домом Перминова, по-моему, несколько лет назад была, когда нашелся интересант, готовый занять эти помещения. Московская 6. Я не помню адрес, если честно, да, 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 вот. Нет, оверхий Перминов-то как-то пока пропадает. Нет, понятно, в смысле, я к тому, что вот... Ты проиллюстрировать хотела. Проиллюстрировать, да, вот тоже, собственно, готов был взять это здание, но как раз-таки бесплатно. То есть предложение к властям было такого толку, что давайте мы здание восстановим, там будет некая активность, еще что-то, но платить мы за него ничего не будем, и городские власти его продавали за какие-то, ну, бешеные деньги для такого здания. Да-да-да, поскольку я помню, да. Да, и навстречу интересанту, собственно, не пошли. Да, власти, к сожалению, администрация не заинтересована в этой программе, и это тоже такой один момент, почему у нас в этой программе нет. То есть это такая собака на сене, получается, то есть сами здание мы содержать не можем, но вам его мы не отдадим. Не доставайся же ты никому. Ну, они продают за, как вы правильно сказали, за огромные миллионы, но, ну, вот знаете, еще пример, например, вот этот вот тоже многострадальный китайский домик, который там горел 7 раз, на Орловской, да, Орловской и Володарского. К счастью, его выкупил один бизнесмен, и он собирается его восстанавливать. Это вот хороший пример. Или, например, на угол Ленина и Красноармейской дом напротив университета тоже купила дама и тоже какие-то попытки восстановить и делать. Есть примеры, но это все выкупают, да, это не программа «Памятник за рубль». Пока вот она как-то у нас не идет. Простите, да, наш редактор подсказал, я ошибся с адресом, конечно. Просто, видимо, попутались цифры в голове. Спаская 10А, да, дом Аверкия Перминова. В общем, надежда есть, Мария, да. Ну вот мы сегодня начинали с того, что подводили итоги года, и очень часто упоминали имя сити-менеджера Вячеслава Симакова. Вот я думаю, что не составляет труда выйти на связь с ним, вступить в переговоры и обсудить подробнее эти темы. Ну, кстати, вот, да, Вячеслав Николаевич, он когда еще был начальником территориального управления Первомайского, он нам очень помогал. Ну, у нас много проектов, как вы знаете, да, там, допустим, арка на Динамовском мы восстанавливаем. И он вот всегда нам шел на встречу и помогал. И он, ну, знает о нас, и я думаю, что мы как-то продолжим с ним сотрудничество, это 100%. Да, минутку у нас еще есть. Какие дальнейшие шаги? Вот сейчас информационные таблички, возможно, в ближайшие месяцы что-то еще такое появится, да. Ну, сейчас мы готовим альбом, который будет называться «Вятка деревянная. Истоки самобытности». То есть где будут собраны, ну, практически все деревянные дома-вятки, как вот те, которых уже нет, да, которые остались только на фотографиях, и которые сейчас у нас еще остались. То есть будет история этих домов написана, и вот то, что вот мы делаем, и как мы хотим привлечь внимание и рассказать об этом. То есть будет такой полноценный, красивый альбом. Понятно. Спасибо большое, Мария Русинова, координатор фестиваля «Томсуэрфест». Ну, на самом деле, вот мне кажется, что нет ничего печальнее, чем смотреть в альбоме на утерянные здания. Надеюсь. На то, чего уже, к сожалению, нет, да? Но ты не можешь уже сходить и посмотреть, посмотрел на картинки, сходить, сравнить с тем, что есть в реальности. Поэтому надеюсь, что в 2023 году максимальное количество зданий и выявленных объектов культурного наследия, и тех, которые уже имеют этот статус, удастся сохранить, найти для них собственников и заработает уже, наконец, эта программа. Предлагаю считать это одним из наших новогодних пожеланий. Желаний, желаний, да. Снимите нас шар с елки, пожалуйста. Деду Морозову, обращайте, пожалуйста, больше внимания на исторические здания. Владимир Сметанин, Дарья Топузлиева, прощаемся.